Всем привет! Меня зовут дядя Митя, и я снимаю для вас сейчас этот праздник Масленица. А что такое Масленица, я все время задумываюсь. Юля, не подскажете мне? Вообще-то у нас существует несколько версий того, что такое Масленица. По одной из версий это просто праздник древневосточных славян, которые считают, что Масленица – это встреча зимы и весны. А по второй теории и гипотезе это считается языческий праздник, о том, что осталось у нас, так сказать, ход язычества, когда Русь перешла к христианской вере. Ну, я считаю все-таки, что это более языческий праздник, потому что у нас все-таки Русь, у нас было вот это вот славянское, прощание зимой, надо сжечь, то, что огонь побеждает зиму, наступает лето. Я почему-то думаю именно вот таким способом. По одной из гипотез, да, так оно и есть. И Масленица переводит там с какого-то языка, как раз означает богиня смерти. Вот в том, что когда сжигают чучело, вот, то как раз сжигают богиню смерти. Зима завершилась, сейчас у нас наступает весна. Весна – это, как обычно, возрождение, новая жизнь, новый год. Вот в древние времена у нас Новый год как раз-таки начинался с весной. Ну, с равноденствия, или как правильно сказать? День равноденствия? День равноденствия, да, да, да. Вот именно с него и начинался. Всегда праздновали именно Новый год, именно в это время. А потом уже, когда у нас поменяли календарь, и стали праздновать как европейцы. Ну, это все-таки это первый привел у нас. Да, именно из-за этого. А также мы сейчас находимся в одном замечательном месте. Это Червонный, да, или как правильно? Червонный яр. Здесь зоопарк, экопитомник, что ли. Мы находимся сейчас даже на экотропе, вот, идем, да, он сделан из дерева. Здесь можно посмотреть животных разных. Ну, как зоопарк, только неконтактный, можно просто посмотреть, кормить нельзя. Гладить тоже. Да, и мы сейчас, наверное, с Юлей пробежимся, как раз посмотрим их, вам покажем по-быстрому. Соберемся и поедем домой. Так что все. Есть блины. Есть блины, да, кстати. Блин, классно, на улице погода просто шикарная. 8 градусов тепла, светит солнце. Мы находимся в зоопарке, в экологическом месте, в Воронеже. Это, блин, тоже, как сказать, хорошо. Хорошо. Идешь и радуйся, что заканчивается зима, настроение улучшается, новые планы, новые действия какие-то должны происходить. Надо задуматься, что нужно сделать, успеть, пока наступает лето. Вот сейчас скоро уже будет лето, надо все успеть, все сделать. Я думаю, получится. Главное, чтобы немного планов было, самое главное. Так, а также мы сейчас... А еще лучше, больше денег на эти планы. Больше денег. Так, вот сейчас мы уже подходим к зоопарку, к животным. Вот тут барашка и у нас есть. Муфлоны всякие разные. Это, наверное, мальчик. Да. А безрогие, наверное, девочки. Да, наверное. И вот ты идешь, тут, знаете, можно приходить, тут, по-моему, можно, наверное, там шашлыки даже летом печь. Я вот точно не помню, печь, жарить. Ну, там, в принципе, песок, травы нет, есть беседки специально отведенные для этого. Кстати, если присмотреться, деревья в дорожках не выпилены. Да, вот они. Аккуратненько обделены. Не, ну круто. Идешь так по лесу. Билет недорогой, тут с детьми можно приезжать. Билет стоит всего 150 рублей. Блин, я не знаю. Единственное, конечно, такой минус, конечно, жирный, то, что далеко ехать. Блин, он все равно находится практически в Шилово, на плотине. Далековато, конечно, ехать до сюда. А тот здоровый. Что скажешь? Ну, ладно, если... Да, яки, которые мы заходили, они прыгали, скакали везде, как резаны. Блин, вообще так прикольно было. А сейчас, видно, он уже все подустал. Лег в спячку какую-то. Непонятно. А у него брачный период начинается. Весна прошла. Начинается брачный период. Ну, возможно. Конечно, ему надо привлечь самочку. Возможно. Поэтому он крутился, как мог. Сейчас будет весна. Мы еще обязательно съездим недалеко здесь, в Липецкий запад. Также посмотрим, я думаю. Ну, лучше туда весной переезжать, потому что сейчас такое время, как бы, многие животные еще в спячке находятся. И переезжать, как бы, смотреть пустые вольеры тоже неинтересно. Поэтому, как бы, я говорю, то, что надо все успеть, везде побывать. Ну, примерно мы были, здесь половина животных были как раз-таки в спячке. Ну, да. Тут еще такой момент, то, что нет животных. Например, у нас на, как она называется, Ленинградская улица зоопарк есть. Есть медведи. Медведи находятся, ну, в маленьком вольере. Да, почему их сюда не привезти, допустим, сделать большой вольер там, чтобы они находились. Мне кажется, было прикольнее. Ну, я думаю, для медведя нужно более, лучше на таких, более... Что именно? Ну, вот видишь, они вот из дерева сделаны все вольеры. А, ну... А для медведя нужно... Ну, да, из железа. Чтобы он не выпрыгнул, не загрыз никак. Очень много людей с детьми приезжает, как я и говорю. Ой, глянь, олень. Мы с деревом дошли. А, вот. А мы шли, мы его не видели. А вот у нас еще лама такая же. Улыбочку. Что? Покормил бы ты меня. Да они не голодные же. Они тут все закормленные довольно-таки. Вот еще одна такая же у нас лама. Мы не поехали сегодня на Советскую площадь. Ни на Динамо не поехали. Потому что я так думаю, что там очень много людей. Не протолкнуться, не походить, не посмотреть ничего, как толком. Хотя у нас сегодня обещают испечь большой-большой блин. Я не знаю, мы даже можем успеть и на Советскую площадь съездить. Да, может там уже и стекли все съели. Может быть еще и съели. Может еще... Может там пути, в принципе, поехать и заехать, и смотреть. Ну да. Да, тут, наверное, все люди дежны. У детей разного возраста. Начиная вот... Коляска. Ну да. Довольно взрослыми подростками. О, гляньте, какая лошадка. Лошадочка. Он скучает по людям. Люди стоят... Людям только стоит отойти от этой лошади, а начинают сразу орать. Типа, вы что, меня бросили, кинули? Как вы так могли? Вот опять мы поняли, наверное, девочки. Ну это да, эти прям вообще безроги какие-то. Я сейчас покажу вам буйвола. Блин, это просто вообще... Аккуратно, здесь очень скользко. Буйвол, это просто что-то с чем-то. Это просто, блин, не знаю даже... Мощь и силы. Мощь и силы. Мощь и силы, совсем головано. Да, понятно, никакого лучше не было. Все, мы идем. Идем к буйволу. Прорываемся. Сквозь толпу. Вот они. Лежат, блин. Их тут еще один пришел. Мы были два, а сейчас еще три. Ну они какие-то прям это, стали это... У них может обеденный сон начался? Ну, а нет, правильно. Это, наверное, папа. Глянь, какой он огромный. Да он просто вообще. Они, по-моему, до 500 килограмм достигают. Если не ошибаюсь. Там одни рога, блин, я не знаю. Жесть, конечно. А морда какой. Огромный. А морда. Ну да. Тут одна морда, наверное, у этого буйвола просто, блин, килограмм 300 весит. А также сейчас еще, ну, как везде, верплюд. Это интересно, южное, да? Животное. Ну, так же и живет. У нас, в России, нормально. Ну, не знаю. Если вспомнить из истории, путь, шелковый путь, шелковый путь, он проходил по средней полосе, он с севера на юг. Ну, наверное. Ну, наверное. О, да. Что это? Олень. Скажали. Таджикистон, там же остался этот даже, северный шелковый путь. А он проходил, и как раз-таки перевозчиками всего этого были именно верблюды. Не его, а шутер. Да, верблюды. Вот он стоит, огромный даже. А, ну, видя его количество шерсти. А, кстати, я знаю одну историю про замок Альденбургских. Там не заводятся крысы и мыши. И говорят, что там именно была шерсть верблюжья. В шерсти верблюда не живут крысы. Проверено. Уже много-много лет там вообще никто не заводится. Ни крысы, ни мыши, наверное, даже ни таракан там не заводится. Так что, вот так вот. А вот они, ни-нифы, на-наф. Ни-нифы, на-наф. Не, ну круто, конечно. А если сюда приезжать, конечно, надо на целый день. Прям реально, прям с таким, как бы, с мангалом, я не знаю. Вот тут можно, и надо вот это уточнить, кстати. Мне кажется, можно почему-то. Или тут готовят шашлык летом. Я вот тут точно не знаю. Надо будет узнать, уточнить эту информацию. А так было бы прикольно. Приезжаешь, 150 рублей вход с человека, ты гуляешь. Здесь не загажено, ничего не валяется, да, как в обычных лесах. Нету такого, что баклажки везде. Ну класс, идешь, просто радуешься. Думаешь, блин, ну попал прям в другое место. У нас все парки, просто невозможно идти. Идешь, блин, баклажки, бычки, вообще все-все, бумажки. Тут круто. Мне всем советую сюда сходить, посмотреть, что тут, как самим сделать свое мнение. А так же мы попали на сожжение чучела. Блин, ну он долго очень разжигал. Сначала какой-то рожичкой, но соломенное чучело, мне кажется, разжигается очень быстрее. После этого, как он начал уже разжигать ее, не зажигались пищи. Все, блин, рожички. Блин, ну почему? Ну ты все делаешь согласованно. Давай, зажги ее, пожалуйста. Мы уже ждем и ждем, когда это все произойдет. И вот в прекрасный момент она вспыхивает огнем. И начинает раздуваться во все стороны. Ветер дует, то в одну сторону, то в другую сторону. Было нам столько интересно, то что я даже не стал это, блин, кричать, я не знаю. Блин, после сожжения чучела мы увидели уже хороводы. Ну, довольно-таки было все интересно. Нет, классно, то что мы туда съездили. Червовый яр у нас устраивал, блин. Червовый яр у нас оставил неизблондимое впечатление от всего происходящего. Так что, всем советую, кто не побывал там, обязательно придите и побывайте, посмотрите все это своими глазами. И сделайте это, пожалуйста. Чуть-чуть вперед, встаньте и оставьте в своем... И ко мне поверните все. В жарках стало. Туда пройдите все. Можно. Да, ну, встаньте, а то она прогорит, я вас не спустую. Да поверните все. Ко мне поверните все. Бегу. Близко, не подходи, туда пошла. Не надо, а то отлетит туда. Нет, вон, Вероника, не ходи, не ходи туда, зайка. Вон, Вероника. А то ветер. Ну, ребята, мы вас не попроводили, а теперь посходите за угощение. Повернись. Я так приглашаю, угощаться мы вами. Короче, всем подписываться на меня не забывайте. Меня зовут дядя Митя, я всегда с вами и говорю только интересные вещи. Все, всем удачи и пока.